Совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, защита окружающей среды и борьба с изменением климата, культурное сотрудничество и повышение привлекательности севера для международного туризма. Именно на этих вопросах фокусируется Совет Баренцева Евроарктического региона, в которой Россия входит наряду со Швецией, Финляндией и Норвегией. Сегодня министры иностранных дел всех стран встретились на пленарном заседании 16-й министерской сессии. Вер вносит значительный факт сохранения севера Европы в качестве зоны стабильности и добрососедства. Убежден, что обеспечение устойчивого развития всего региона и создание комфортных условий для проживания граждан должно оставаться в нашем интернете. Совет Баренцева Евроарктического региона был образован в 1993-м. Каждые два года выбирается страна-председатель. На протяжении последних двух лет эта почетная функция была у России. Сегодня образы правления перешли к Швеции. В большей степени мы будем фокусироваться на расширении контактов между людьми. Мы рассматриваем Совет Баренцева региона как средство, с помощью которого можно усилить взаимодействие между районами Баренцева региона. И мы попытаемся использовать наше председательство, чтобы усилить международный обмен молодыми учеными. В следующем году Совету исполнится 25 лет. Все эти годы в Архангельской области дружеские страны успешно реализуют международные проекты, в том числе и проекты ЮНЕСКО. Например, сейчас обсуждается включение Кенозерского национального парка в список объектов всемирного наследия. В планах сделать это в 2020-м. Совету предстоит решить и немало проблем. Есть очень острая проблема, которая всегда обсуждается с коллегами из Финляндии и Норвегии. Это транспортные маршруты. И мы знаем, все знают о том, что мы приобрели два самолета Л-410. Мы как раз ведем переговоры о том, чтобы поставить эти самолеты современные, новые на маршрут, который будет связывать нас с Норвегией и Финляндией. На сегодняшнем пленарном заседании министры иностранных дел наблюдатели в региональном совете и представители международного Баренцева секретариата обсудили перспективы на четыре года вперед. Главная цель – укрепление приграничных связей между странами Биар. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Регион 29.